Привет, друзья! Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас находятся в Польше, которые работают. У меня накипело, извините за эмоции, но постараюсь корректно. Не к тем украинцам, которые приезжают, чтобы получить какую-то помощь, социал, льготы и так далее. Иногда мифическая, нереальная, иногда это действительно есть. Это обращение к рабочему классу, потому что есть цифры, которые получены из польских источников о количестве украинцев, которые работают, которые платят налоги, которые раскручивают махомик польской экономики, которые платят пенсии польским пенсионерам. И даже если получают какие-то льготы, деньги от Польши, то они, мы их зарабатываем. Сейчас обо всем поговорим. Друзья, говорю огромное спасибо всем, кто ставит лайки. Не жалейте лайк, поставьте его прямо сейчас, это помогает каналу абсолютно бесплатно. Подписка, колокольчик, чтобы знать все самое интересное и актуальное из того, что происходит в Польше. И мы переходим, собственно, к цифрам. По состоянию на конец апреля 2023 года доля иностранцев в общем количестве в выполняющих работах составила примерно 6,5%. По отношению к январю 2022 года этот показатель вырос более чем на 1%. И это информация от государственного ужонда статистики. 982 тысячи иностранцев работают в Польше. Многие из них, конечно же, примерно треть на умове взлицения. Но это не считаем даже умовое дело и помощь рульнича. Потому что много иностранцев работает на фермах. И иностранцы много в Польше. Они приехали более чем из 150 стран. Но самая многочисленная группа иностранцев, которые работают в Польше, конечно же, являются украинские граждане. Которых на конец апреля этого года было 687 тысяч. Их доля в общем количестве иностранцев, которые работают в Польше, сократилась по отношению к январю 2022 года довоенному времени на 3%. Более чем. Но об этом мы говорили уже, что украинцы текают в Германию и не только в Германию. Друзья, если какой-то поляк начнет вам рассказывать, что вот вы живете на его горбу. Извините за выражение. Вы не стесняйтесь. Спрашивайте, о каком именно социале ты рассказываешь, дорогой? Я работаю, я плачу налоги. О каком все задармо ты мне шепчешь? Вот меня лично эти разговоры очень бесят. Я не понимаю, или это такой толстый троллинг. Но реально огромное количество поляков. Я вижу, я читаю комментарии на ТикТоке, на Фейсбуке, на Ютубе. Огромное количество не понимают, что это не льготы. Это социалка, которую получает любой работающий в Польше человек. Вне зависимости от гражданства, от паспорта, от национальности. Многие поляки, конечно же, повторяют этот бред. Не все, не все, но многие. Мы вас кормим, обуваем, одеваем. Даже тех, даже меня, кто уже тут 8-10 лет в Польше. Откуда они это берут? Они берут это из СМИ. И в этом контексте хочется сказать, что это СМИ и польские. Это средство мозгового истощения. Не средство массовой информации, а именно мозгового истощения. Я эту информацию тоже беру не с неба, а из адекватных источников информации, которые показывают, что большинство украинцев, подавляющее большинство украинцев в Польше, они работают. А на первых полосах СМИ, опять же, средства мозгового истощения, они знают, что делают эти товарищи. Они погромче, максимально громко твердят, что тратят огромные деньги на украинских беженцев. Потому что они хотят, чтобы это услышал Евросоюз, что Польша получала больше денег на содержание беженцев. Куда эти средства будут расходоваться? Другой вопрос. Но, к сожалению, и сами граждане Польши это тоже слушают. И тоже думают, что действительно украинцы получают здесь огромную финансовую помощь. И это не остается бесследным. Это имеет последствия, к сожалению. Эта проблема, на мой взгляд, выдуманная. Я думал, после выборов затихнет. Но нет. А выдуманные проблемы, они хороши тем, что их легко потом решать. Потом просто скажут, что мы убрали эти огромные социальные льготы. И поляки довольны. Ну и украинцы, как бы, их никто спрашивать не будет. Но они разницы не заметят. 500+. Надо сказать, что действительно помогают. Потому что мне пишут подписчицы, женщины, девушки. Вот говорят, что если бы не было выплаты на детей, они просто не смогли бы здесь жить. Потому что за аренду надо отдать больше, чем зарплата за месяц. Подавляющее большинство украинцев работает. Платит налоги. Но эти рассказы, все задармо. Льготы. А потом, как спросят, ну какие именно я льготы получил? В ответ тишина. Если Польша для поляков, ну так, блин. Пусть с Америки, с Германии, с Англии тоже возвращаются. Все поляки и работают на Польшу. С средством мозгового истощения такими вот публикациями. Просто разжигают эту межнациональную ненависть. Отводят фокус внимания от реальных проблем. Потому что инфляция. Все беднеем. Абсолютно все. Но для того, чтобы не то, чтобы решить эту проблему, а вообще попытаться разобраться вообще, где мы находимся, на чем стоим. И власть темущие пошли по пути наименьшего сопротивления. Нашли козла отпущения в виде украинцев. Знаете, как поговорка. Война все спишет. Вот. Ну и если так вкратце, по-крестьянски, по-рабочему. Народ, вы так хреново стали жить, потому что украинцы вот от вашей пайки откусывают конкретный кусок. Короче, манипуляция в чистом виде. А эти, извините за выражение, некоторые бараны с ненавистью в глазах бегают и во всю свою пролетарскую ненависть срываются на таких же бедолагах, только с паспортом Украины. Вот. У меня есть подписчик. Я читаю, кстати, все комментарии. Вот. Рассказывает, что 6 лет живет в Польше. Наблюдает, как те люди, с которыми он работает вместе, на стройке одной пылью нюхают, задним столом кушают. Ну и на полном серьезе говорят, что что ты дофига получаешь, столько привилегий, за какой хрен. Ты говоришь, так блин, братан, расскажи, какие привилегии. Ответа нет. Про помощь, в загале действительно есть плюсы, о них тоже грех не рассказать, потому что, извините, медицина, кстати, да, как символично. Медицина и жилье 40+. Про медицину. Да, украинцы, насколько я знаю, все абсолютно получают доступ к польской медицине, к врачам. Но это все, на мой взгляд, поправьте меня в комментариях, если я не прав, на мой взгляд, это все компенсируется неторопливостью польской медицины. То есть, я вот буквально вчера записался к эндокринологу по своей платной страховке. Просто вот тот врач, к которому я хожу. Платная страховка, то есть, они мне там обязаны, по-моему, в течение недели, двух недель предоставить окошко, куда я могу прийти. Вот, я пойду, скорее всего, к другому врачу, потому что меня с моей платной страховкой, то есть, не государственной, то что от пайнства, а с моей платной страховкой, дополнительной, меня записали на январь к эндокринологу. Вот, а мне как бы, ну, надо сейчас, сейчас октябрь у нас, посмотрим, что из этого будет. Я записался к другому. Но, и на январь отменять не буду, потому что до января у меня возникнет другой, скорее всего, вопрос. Но уже к своему специалисту пойдут. И, насчет медицины я сказал, да, большое спасибо за 500+, тоже сказал, это реально помощь, но, опять же, на них нереально прожить. Поэтому, а про льготы, что это прислугуя всем, кто работает, это не социальная помощь, это просто, это так должно быть. Ты платишь налоги, ты получаешь помощь в 500+. Все, вопрос закрыт. И про 40+, за 40+, тоже спасибо, то, что поляки, кто приютил украинцев, они получали там 40 злотых в день, то есть, 1200 злотых за человека. Некоторые хитропопы, конечно же, нашли у себя там, у кого там есть какая-то недвижимость, какие-то хостелы переоборудовали и позапускали там по 10 человек в комнату, чтобы получать 12 тысяч за 10 человек в месяц. Ну, и, в принципе, за полгода довольно-таки неплохая сумма набегает. Ну, ладно, мы про таких товарищей говорили, но, тем не менее, есть огромное количество адекватных, хороших поляков, спасибо им большое, которые помогали. Помогали и начинали бесплатно, ну, а потом оказалась такая помощь от паинства, назовем это так, и грех было отказаться от всего этого. И люди пользовались этим, но пользовались, на мой взгляд, 99% это получали эти дотации поляки, потому что украинцев, ну, скажем так, относительно поляков не так много в Польше. А если учитывать еще квартирный вопрос, недвижимость, то украинцев, которые принимали украинцев в своих жильях, да, оно, конечно, есть, но несравнимо намного меньшее количество, чем с поляками. Такое вот видео получается, друзья мои, я, в принципе, уже зарекаюсь, что больше не буду записывать видео на эту тему. На мой взгляд, все однозначно ясно, мы это еще будем долго выгребать, к сожалению, но что тут поделать. Вот, я, кстати, сам до сих пор читаю комментарии, ну, ладно, и мне на работе тоже, нет, нет, вру, вру, мне на работе ничего не рассказывали, но я знаю много людей, которые мы рассказывали. Вот, я просто, видимо, я такой человек, но я как бы кабанчик такой, немаленький, и, может, постеснялись. Вот, но хочу сказать, друзья, что есть у меня такая мысля, хочу сделать так, что, знаете, я вот думаю так, переквалифицироваться, то есть развивать свой Facebook, чтобы он мне там монеточку, копеечку приносил, и потом вообще забросить работу. Я думаю, в марте забросить работу, купить себе Toyota Corolla Cross, знаете, такой джипик, джип большой, приехать на работу, написать заявление, и когда все спрашивают, откуда у тебя столько денег? А я скажу, вы еще не знаете, что у меня я квартиру купил, вот, и это все благодаря вашим налогам. Ребят, спасибо большое, работайте хорошо, здоровья вам желаю много-много, потому что, чтобы вы работали на меня, а я сейчас еще детей рожу, и мы вообще, ну, я и так уже не планирую работать, и мои дети не будут работать, а вы давайте, все, вам много здоровья. На сегодня все, до новых встреч. Вот такой вот у меня план, и уеду красиво в закат, чтобы колеса не порезали, или ключом лак не поцарапали. Так, друзья, перепрошу за ми французский, запоздился. Всем здоровья, мирного неба, до новых встреч, тушу камеру.